Вопрос кто ты зачастую ставит нас в тупик, а между тем для жителей Приморья он совсем не праздный. Русский, украинец, башкир, а может история вашей семьи берет корни далеко в районе реки Бикин, где когда-то обосновались удыгейцы. Знать свой род важно точно так же, как и принимать другие народности, ведь по последним данным в Приморье проживают представители 158 национальностей. Здоровья, счастья, чтобы всегда была удача всем всем. Все мы жили мирно, хорошо. И давайте подходите, пробуйте мясо, едите лепешки. Жить мирно и хорошо – главная идея Дня национального единства. Его отметят в субботу, 4 ноября. В честь праздника во Владивостоке прошло главное событие в сфере межнациональных отношений – пятый конгресс народа в Приморье. Отдельным событием стало знакомство горожан с бытом и творчеством удыгейцев. К слову, на днях исполняется два года с образования национального парка Бикин. По словам директора парка, в ближайшее время появится предложение для туристов, и тогда любой желающий сможет провести в Бикини несколько дней с потомками нанайцев и удыгейцев. Кухня занимает немалую важную составляющую в этом направлении. Очень много отличительных особенностей, очень много специфических блюд, которые свойственны именно для этой кухни. А для тех, кто до Бикино еще не добрался, удыгейскую кухню привезли в один из городских ресторанов. Адя Надежда Алексеевна в молодости вышла замуж. Свекровь и свекр были охотниками. По обычаям своего народа, сами выходили за дичью и обеспечивали мясом всю большую семью. Сегодня Надежда Алексеевна в свои 71 следует традициям. Часто готовит дома национальные удыгейские блюда и не забывает передавать опыт молодежи. На выходные дни баузварю, лянцай, пелемени, рыба мане, это из риса рисовая жидкая каша, это закта называется. Вот это я все готовлю национальное, которое меня научила моя мама. Кухня, как ничто другое, способна объединять и давать возможность лучше понять обычаи и особенности другой культуры. Армяне, узбеки, азербайджанцы, корейцы, мордва, башкиры и представители других национальностей давно обосновались в Приморском крае. Все они готовы делиться секретами своих блюд и традиций быта. Если нет хлеба, значит гостя и гостя не уважают. В первую очередь ставят лепешки, чай – это обычное дело. Гостеприимство, как правило, отличительная особенность восточных народов – почитать старших, беречь младших и встречать врага как самого близкого друга, как мантра. Его и чаем угостят и скучать не дадут за музыкой и разговорами. Гость пришел домой – это у нас, как говорится, большая честь для семьи. Хоть вы, например, приехали и представили вас с Украины или с Россией, у нас сразу почет принимается. Гость для нас – это вообще святое. Не упомянуть о единстве народности в спортивной сфере невозможно. Соревнования в городе и крае ежегодно собирают представителей различных национальностей. Что интересно, иногда корни могут дать некое преимущество в состязаниях. Например, это отчетливо наблюдается в дисциплинах борьбы. В данном возрасте есть такое понятие, как спортсмены-акселераты. Особенно это, конечно, представители Кавказских республик. Раннее созревание и в сравнении с борцами с Центральной Россией, конечно же, на данном возрасте они физиологически превосходят. Но отсюда и интерес. Иногда спорт становится для других национальностей способом приобщения к российской культуре. Ежегодно во Владивостоке проводится даже специальная спартакиада «Поколение мира», которая собирает на баскетбольных площадках, в бассейнах и на футбольных полях иностранцев, проживающих в городе. Мне кажется, что это здорово, когда приезжают сюда разные национальности, изучать больше, узнавать что-то о русском языке, о русской культуре. И мне кажется, это здорово, что разные национальности, разные страны, они объединяются. По последним данным, в Приморье почти 2 миллиона человек являются русскими. Это самая большая цифра. За ней 94 тысячи. Именно столько украинцев обосновалось на побережье Тихого океана. А в 19 веке, когда Приморье вошло в состав Российской империи, край стали осваивать и корейцы. С тех пор дружба с Восточной Республикой только крепнет и развивается. Этому способствуют искусство, туризм и национальные праздники. Среди них День Пусана. Его в Владивостоке отметили с размахом. Ведь Пусан – один из фаворитов приморских туристов. У нас 15 городов-побратимов. Но я хочу сказать, что именно с городом Пусаном наши побратимские взаимоотношения складываются самым активным образом. Галушки, плов, боузы, пахлава, кимчи или суши – совершенно не важно, чем угостят вас друзья. Пусть Пасха соседствует с Абантуем, а узбекский дастархан с украинским рушником. На салам алейкум, смело здоровайтесь в ответ и кланяйтесь в пояс на прощание. В нашем большом многонациональном крае, как за праздничным столом, хватит места всем. Ольга Прудан, Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Данил Клёва. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.